Приветствую вас. Ваша глобальная такая вот общая может быть. Проблема заключается в том, что вы перекладываете ответственность за свою собственную стабильность, определенность, гармонию на другого человека. Вы хотите понять мужчину, вы обвиняете его в своих трудностях и проблемах, но при этом не берете, как мне кажется, ответственность на себя за то, что с вами происходит. Например, за то, почему вы не имеете своей собственной финансовой поддержки безопасности, почему в 24 года вы стали мамой. Это, в принципе, достаточно ранний срок. Почему, как только мужчина сразу не начал проявлять те элементы своего поведения, которые вам не нравятся, вы не выразили свою четкую жесткую позицию по данному поводу. Почему мужчина считает, что может так с вами связиться. Дальше. Очень важно, что между вами общего. Очень важно, что вас объединяет, какой между вами контакт. Если взаимодействие между вами обусловлено исключительно гендерной характеристикой, то есть мужчина и женщина, муж и жена, вот, может быть, родители в какой-то степени, то, ну, собственно, между вами общего довольно мало и то, что сейчас происходит, это логичное следствие такого выстраивания отношений. Если же между вами общее касается и личностного тоже момента, то вот этот личностный момент нужно развивать, чтобы было что-то еще помимо каких-то ваших требований и так далее. Следующий важный момент это то, чего вы ждете от мужчины. Вы ждете, что он будет вас обеспечивать. Ну, сама по себе позиция довольно-таки рискованная, потому что, как видите, человек может и не хотеть вас обеспечивать, а вы будете страдать, как бы получая деньги от своих родителей, например. Но, с другой стороны, если вы считаете, что мужчина должен это делать, хорошо, но, опять же, риск не хватает вам в жесткости позиции. То есть, мужчина на данный момент не делает того, что вы хотите, не делает того, что вы от него сделаете, а вы, как бы, по сути терпите, надеетесь его поменять. Так же, не совсем понятно, какой вклад в отношения в ности именно вы. В том смысле, что мужчина, да, он делает некоторые вещи, которые, к примеру, вас не устраивает, но какой вклад в отношения в ности вы, тоже не совсем понятно. Поэтому этот момент тоже необходимо разобрать. Почему человек врет? Дело в том, что это происходит, как правило, из чувства определенного стыда, из чувства непринятия каких-то своих особенностей индивидуальных, ну или страхов. По поводу того, что вы ему не доверяете, есть очень важный момент, заключающийся в том, что доверие не может быть связано непосредственно с человеком. Вы можете доверять человеку только-только, если доверяете себе себе. Вы не доверяете, судя по всему, потому и не доверяете ему. У вас изначально вопрос связан с тем, как мужчина может не приносить, как мужчина может не заботиться о своей семье. Ну, может, как вы видите. Как его растормозить и заставить меняться? Никак. У него должна быть мотивация, мотивация, мотивация. У него нет мотивации и мотивация у него не появится. Пока вы будете вести себя так же. Значит, начинать, перемены нужно с изменения своего собственного поведения, с выработки своей собственной четкой позиции и последующего ее отстаивания. Начинать нужно с решения ваших собственных проблем, которые у вас есть. Страх и тревожность, ожидание обиды, личная ответственность. И когда данная история будет решена, вот тогда появится реальный шанс, что мужчина изменится. До тех пор, я боюсь, таких шансов нет и, в принципе, быть не может. Просто потому что, извините, какие основания для этого есть. Вау. Такая вот история. Сейчас вы нацелены на то, чтобы поменять человека. Это ошибка. Человека не поменять без его согласия. А чтобы человек согласился, чтобы человек захотел и мотивация. Другой вопрос. Насколько вы важны в машине, что он не хочет ради вас меняться? Это вопрос куда более интересный. Именно в плане того интересного, что, а не продиктован ли весь ваш текст тем, что вы боитесь, что ничего для него не значит, что боитесь остаться одна, тем более с ребенком. И вот здесь возникает очень важный момент. Какие у вас вообще глобальные цели? Какие у вас глобальные стремления? Почему вы выбрали семью вместо, например, собственного развития сейчас в вашем возрасте? Не обесцениваете ли вы себя? Не связываете ли вы цель своей жизни исключительно с семьей? Что у вас в профессии? Что у вас в самореализации? Потому что слишком сильно, как мне кажется, вы на это нацелены. Но это уже вопрос индивидуальной терапии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Звучит медв aud각 spectrum. Надеюсь на экспериментах в магнит, что он не заскопится. Важно. Улам.